Здравствуйте! Мы продолжаем знакомиться с прекрасными, замечательными и удивительными храмами мира. И сегодня нас ждет Израиль и его окрестности. Израиль это удивительная страна, где женщины служат в армии, где музеев и печатаемых книг на душу населения больше приходится, чем где бы то ни было в мире. Страна с большим количеством нобелевских лауреатов и самым маленьким по протяженности метро. И здесь же находится самая низкая часть суши планеты Земля, это так называемое знаменитое Мертвое море. Ну и конечно же Израиль это колыбель трех авраамических религий, это библейская святая земля. Именно поэтому большую часть туристов, приезжающих в эту страну, составляют паломники, которые стремятся посетить, прикоснуться к святыням, которых здесь предостаточно. Ну и конечно же нас интересуют в первую очередь храмы, которые прославились не только своей историей, но и прекрасным внешним видом. Поэтому начнем. И первым делом мы отправимся в столицу Израиля, город Иерусалим. В Иерусалиме огромное количество церквей, храмов, разных конфессий, разных направлений. Здесь есть и католические, православные, мусульманские, иудейские храмы, англиканская церковь представлена, армянская и многие-многие другие. Ну и конечно же главной святыней Иерусалима можно считать и по праву отдать это место храму Гроба Господня. Это уникальный храм, своего рода храм над храмами. Храм Гроба Господня это уникальная христианская реликвия всего мира. И под сводами этого невероятного храма находится гора Голгофа, место смерти Христа. Находится камень Мир Помазания, на котором Иосиф и Никодим обмазали тело Христа маслом и алое и укутали его в плащаницу. Ну и находится Кувуклия, стоящая прямо над пещерой Гроба Господня, местом, где Христос воскрес. Там в пещере Гроба Господня находится каменная ложа, на котором покоилось тело Христа. Ну и из этого храма устроен вход на Голгофу. Храм Голгофы небольшой по размерам и он освещается одним единственным окошком. И места, где стояли кресты с распятыми, обозначены определенным образом. Черные круги обозначают места, где стояли кресты с распятыми разбойниками. И большой серебряный круг обозначает место креста, на котором был распят Иисус Христос. В храме Воскресения мы можем увидеть большой четырехъярусный иконостас. А на царских вратах мы можем увидеть даже двуглавого орла. И это не случайно, потому что части иконостаса и иконы из цикла «Страсти Христовой» были пожертвованы храму российским императором Александром I. А Николай I пожертвовал три паникадила. Это такие большие разноярусные люстры со множеством свечей. Вот таким образом русский мир тоже внес свою влепту в это прекрасное сооружение. В подземном храме хранится крест Господень. А также в пределах храма можно увидеть и часть тернового венца, который был на голове Христа. Ну а в самом центре храма Воскресения на мраморном полу стоит своеобразный пьедестал с вазой так называемой пуп земли. Теперь вы знаете, где его найти. Ну и уникальность этого места состоит еще и в том, что под его сводами размещаются шесть храмов разных конфессий. Это православный, католический, армянский, коптский, эфиопский и сирийская, маронистский. Храм Господня – это священное место для всех христиан и не только христиан, но и любого верующего человека. Одним из главных чудес этого места и этого храма, конечно же, является ежегодная церемония схождения благодатного огня. Это огня, который символизирует воскрешение Христа. И эта церемония ежегодно набирает огромное количество паломников, туристов, которые приезжают сюда специально, чтобы увидеть это чудо. Ну и в принципе ни один год не остается без внимания этой уникальной святыни. Храм Благовещения в Назарете. Назарет – это город, где Дева Мария получила от Архангела Гавриила благую весть. Также этот город связан и с детством самого Христа. Ну и, как считается, храм Благовещения построен именно на том месте, где эту благую весть Мария и получила. Ну, немножко об истории. Елена, мать императора римского Константина Великого, отправилась в Святые Земли на поиски утраченных христианских реликвий, святыней, для того, чтобы не только их отыскать, но и зафиксировать эти места. Именно поэтому она основала в Святой Земле церкви, отмечающие места главных евангельских событий, связанных с жизнью Иисуса Христа от рождения до воскрешения. Сначала на месте нынешнего храма Благовещения находился всего лишь скромный алтарь. А потом это место превратилось в настоящий храм, который в VII веке был разрушен. В XII веке заново отстроен, а в XIII снова разрушен. И, к сожалению, на этом такая трудная судьба этого храма не закончилась. Долгое время, долгие столетия монахи-францисканцы, упорные в своей вере, пытались добиться от властей разрешения отстроить храм заново. Но не получали его вплоть до XVII века, когда ливанский эмир Фахрадин разрешил им поставить небольшой грот, такое молельное святилище на этом месте. И лишь в XVIII веке уже бедуин Дахир Алямар дал разрешение построить здесь церковь. Ну и вот с этого момента начинается новая история этого замечательного храма, который заново отстраивался и постепенно превращался в то самое здание, которое мы можем видеть сейчас. Надо сказать обязательно, что в 1954 году храм полностью разобрали и собрали заново в том виде, в котором мы его сейчас можем видеть. И он открылся лишь в 1969 году. Ну и самое удивительное, самое прекрасное и незабываемое впечатление производит, конечно же, галерея образов Девы Марии, которая представлена не только на боковых стенах базилики, но и снаружи, и даже во внутреннем дворике. Более 50 различных изображений Пресвятой Девы вы можете увидеть, сделанные художниками разных стран. И, конечно же, национальная такая стилистика, свое видение Девы Марии было у каждой страны, поэтому все они отличаются, они настолько разные, но настолько трепетные эти изображения, что стоит только умиляться. Верующие разных стран представили свое видение Пресвятой Богородицы. Греция, Америка, Китай, Боливия, Хорватия, Корея и многие-многие другие страны. Ну и храм, конечно же, остается уникальным местом, которое привлекает огромное количество не только паломников, но и туристов, которые хотят познакомиться с историей этого замечательного места, вошедшего в историю всего человечества. Храм Рождества Христова в Вифлееме. Это первый храм, воздвигнутый на Святой Земле, как считается, на месте рождения Иисуса Христа. Ну и храм Рождества Христова был возведен Еленой и ее сыном, императором Константином Великим, еще в 30-е годы 4 века. И практически вот в своем почти что первозданном виде дошел до наших дней. Пожалуй, это единственный храм, который претерпел минимальное количество изменений по сравнению со всеми остальными храмами на Святой Земле. Ну и надо сказать, что единственный раз, когда он серьезно пострадал, это было в VI веке, во время пожара, когда было восстание самаритян. Ну а потом император Юстиниан не только его восстановил, но и построил воздвиг на месте руин Базилику, которую мы можем наблюдать и сейчас. Росписи, которые были сделаны в то же время, спасли этот храм от разрушения персами в VII веке, потому что на фресках персы увидели изображения волхвов, которых признали своих соотечественников. Ну а в XX веке ЮНЕСКО внес храм Рождества Христова в Вифлееме в список объектов всемирного наследия, которые находятся под угрозой, потому что долгое время в этом храме не велись никакие восстановительные работы. Монаршие особые очень любили этот храм. Во времена крестоносцев здесь короновались оба иерусалимских болдуина. Болдуин-де-Бург и Болдуин-Булонский. В XV веке Эдуард VI презентовал металлическую свинцовое покрытие на кровлю этого храма. Российские императоры Александр III и Николай II жертвовали этому храму колокола и паникодила. Ну а еще одной уникальной особенностью этого храма является вход в сам храм. Он настолько мал, и в него нельзя пройти, не склонив головы, что со временем его начали называть вратами смирения, потому что каждый входящий должен поклониться. Ну а разглядывать внутреннее убранство этого храма можно бесконечно, потому что это долгая история человечества, которая сохранилась в этом храме. Ну, конечно же, привлекает не только история, но и святыни, которые находятся в этом храме. Первая из которых – это Вифлеемская звезда, звезда рождения. В пещеру, так называемый грот Рождества, место, где Мария родила Иисуса Христа, своего сына, ведут мраморные ступени. И это место отмечено 14-конечной серебряной звездой, вмонтированной в мраморный пол. Эта звезда своего рода указывает, обозначает место того колодца, в который, по одной из легенд, упала эта рождественская звезда, ну а по другой, в этом колодце, Мария омывала младенца. Грот Рождества находится в подземной крипте, и он отделан белым мрамором. Стены украшены драпировками, иконами, ну и, конечно же, каждый паломник желает попасть в это священное место. Там, где стоят простые сиччатые ясли, в которых и находился младенец Иисус. Напротив яслей находится алтарь поклонения волхвов. А также это место интересно еще и тем, что в этом храме находится вифлеемская чудотворная икона при Святой Богородице. Это православная икона, которая была пожертвована храму домом Романовых. И это единственная из известных икон, на которой Дева Мария улыбается. Ну а теперь вернемся в Иерусалим и прикоснемся к главной святыне реликвии иудеев – стене плача. Стена плача – это единственное, что осталось от так называемого второго храма. Когда-то на храмовой горе в Иерусалиме возвышался прекрасный сначала первый, а потом второй храм. Что же это были за храмы? Первый храм был построен еще во времена правления мудрейшего царя Соломона около тысячи лет до нашей эры. И этот храм простоял, прослужил иудеям 400 лет. После этого он был уничтожен царем Вавилона Новохудоносором. Через 70 лет после его разрушения был построен и освящен второй храм, который был немного меньше и менее прекрасен, но все-таки, по словам очевидцев, он был невероятно красив. Стоит только догадываться, каким был первый храм. Ну и второй храм тоже постигла та же участь. Он был осажден императором Титом весной 70-го года нашей эры. Пять месяцев длилась осада и осада города, пока храм не рухнул, не пал под натиском врага, когда тот поджег его ворота. Ну и от этого храма осталась только западная стена, которая называется теперь стеной плача, и которая представляет интерес не только для иудеев, но и для многих интересующихся историей человечества. Иерусалим и храмовая гора, о которой мы только что говорили, являются также и религиозным центром мусульман в Израиле. Иерусалим, святость его определяется 17-й сурой Корана, первый стих, который звучит следующим образом. «Хвала тому, кто перенес ночью раба своего из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленнейшую». Под мечетью неприкосновенной подразумевается мечеть в Мейке, а под мечетью отдаленнейшей как раз-таки подразумевается мечеть Аль-Акса на храмовой горе в Иерусалиме. Мечеть Аль-Акса является третьей святыней ислама после мечети Аль-Харам в Мекке и мечети пророка в Медине. Архангел Гавриил, Джабраил, разбудил пророка ночью в Мекке и пророк Мухаммад перенесся на крылатом коне Аль-Бураке в Иерусалим, где молился как раз-таки в мечети Аляксе и затем поднялся по лестнице на небо и предстал перед Аллахом, чтобы получить завет мусульманской веры. Первоначально мечеть Аляксов была построена на месте Иерусалимского иудейских храмов Соломона и второго храма разрушенных, как было сказано ранее. Она была возведена в 636 году нашей эры. Ну и мечеть первоначально была таким маленьким молитвенным домом, который постепенно расширялся и перестраивался. После землетрясения в 746 году мечеть была полностью разрушена и заново восстановлена. Второе землетрясение, которое постигло это здание, произошло уже в XI веке и тоже разрушило большую часть мечети. Но со временем это здание восстанавливалось, перестраивалось, и каждый из правителей, правящих династий исламского халифата строил, достраивал, подстраивал, делал дополнение к этой мечети. Она разрасталась и вот в том виде, в котором мы можем наблюдать ее сейчас, дошла до наших дней. Крестоносцы, захватившие в XI веке Иерусалим, расположили здесь, в стенах этого здания, не только храм, но и королевский дворец. В 1128 году в этом здании рыцари-тамплиеры устроили штаб-квартиру ордена тамплиеров. Ну, а функция мечети была восстановлена после захвата Иерусалима с Аллахадином, который повелел вернуть мечети ее первоначальный облик и избавить от следов христианского присутствия. Ну, и по договору 1994 года между Израилем и Иорданией мечеть и все мусульманские святыни в Иерусалиме находятся на попечении и под надзором Иордании. Ну, надо сказать еще, что эта мечеть большая и может вместить в себя ездиновременно 5000 верующих. И закончить этот выпуск я бы хотела знакомством с храмом всех наций в Гефсиманском саду. Этот храм был построен буквально за три года, начиная с 1921 года. В 1924 он уже открылся. И уникальность этого храма состоит не только в его внешнем виде или в прекрасном внутреннем убранстве, но и в том, что он строился на пожертвование разных стран всего мира. 12 куполов храма украшают гербы Италии, Испании, Бразилии, Мексики, США, Канады, Аргентины, Чили, Франции, Бельгии, Германии и Великобритании. Удивительной красоты мозаики в Апсиде это дар Ирландии, Венгрии и Польши. Ну, а на пожертвование католиков Австралии было сделано кованая ограда в виде тернового венца, в которой запутались голуби. Ну, и, конечно же, интересно и привлекает внимание огромная прекрасная мозаика над входом в храм, выполненная Джулио Баргеллини. На этой мозаике изображен Иисус Христос, а над ним его отец, держащий табличку с буквами Альфа и Омега. Это такое художественное изображение, цитаты, выражения из Откровений Иоанна Богослова, где представлены слова Господа. Я есть Альфа и Омега, я есть начало и конец. Ну, и, конечно же, церковь, храм всех наций в Иерусалиме, в Гепсиманском саду тоже обладает уникальной святыней. Это тот самый камень, на котором совершал свою молитву Иисуса Христос, так называемую молитву о чаше. Ну, и, конечно же, не только католики, но и христиане всего мира стремятся посетить это уникальное место. Ну, и снаружи установлен внешний алтарь, на котором проходят межконфессиональные службы и совершаются обряды. Ну, и на этом мы заканчиваем свой выпуск, а вы можете продолжить свое знакомство со святынями Святой Земли и отправиться не только в Израиль, но и в другие страны, расположенные рядом Египет, Иорданию, Палестину, и там тоже обнаружите огромное количество интереснейших мест и сооружений, которые ставятся на этих местах. На этом у нас все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok